Знаменитая книга Марка Ярнелла «Ваш первый год в сетевом маркетинге» хорошая. Я прочитал её много раз. Я пробыл в ней много-много часов, пытаясь между строк найти слова, которые помогли бы мне понять суть того, о чём говорит этот известный, великий сетевик. И там очень... она цена тем, что там очень много хороших, полезных историй. Обратите внимание, я всё время говорю про истории. Потому что нет ничего более важного, значимого для нашего бизнеса и вообще для прогресса человеческого, чтобы человек воодушевился чьим-то примером и сделал свою работу. Так вот, это история. И вот одна из историй звучит таким образом. Он говорил о том, что в одной из глав, в одном из подразделов, он говорил о том, что настоящий сетевик работает всегда. Он рассказывает всем о своём предложении. Он делает предложения всем. По бизнесу или по продукту он предлагает людям. И однажды, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что моя домработница, прислуга, которая работала у меня женщиной за 60, не попала в число тех, кому я рассказал о бизнесе. Она спросила, скажите, Марка, вот вы такой крутой, вы такой богатый, вы такой бизнесмен, а я вот у вас работаю уже много лет и никак не могу понять, чем вы таким занимаетесь, всё время дома находитесь. Как вы зарабатываете такие деньги? И я подумал, опа, я же ей не рассказал. Какая разница, что она моя домработница, что ей за 60? Я говорю, садись, дорогая, я тебе сейчас расскажу. Она села и он рассказал ей о бизнесе. Через несколько лет она была миллионером. У неё пошла организация в Японию, выросла быстро, стремительно. Она стала очень крутой, очень крутой сетевичкой. Что она такого делала? Что она такого знала? Чему такому научил этот великий и известный сетевик своего нового, немолодого по годам дистрибьютора? Хотите, расскажу? Прямо сейчас? Или лучше завтра? Давайте завтра. А сейчас я текст ниже напишу, конспективно изложу то, что я завтра буду показывать вам. Это будет завтра хорошая школа. Что нужно сделать, чтобы преуспеть быстро. Договорились?